Хоботок слоненок тянет. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетних теремок – день открытых дверей. Сегодня здесь представители органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, соцзащиты. То, что увидела я сегодня, восторг, я не знаю даже, как его выразить. Любое помещение, бытовая спальня, где делают уроки, игровые, то есть настолько все продумано и приложено творчество. И мне это, конечно, очень понравилось, это неописуемый восторг. Этот центр создан в Авантеевке 22 года назад. Для детей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах. Например, мама-одиночка попала в больницу. Куда ребенка? Сегодня на круглосуточном пребывании в Центре 25 человек. День открытых дверей в первую очередь полезен тем родителям, которые нуждаются в помощи, которые, может быть, сами еще не ощущают, не понимают, что помощь придет. Для взрослых и детей приготовили мастер-классы. Алиса впервые создает цветок из бисера. Она ходит сюда на занятия к логопеду, психологу, специалисту по реабилитационной работе и на музыку. Ребенок ходит сюда с удовольствием на занятия. Мы уже ходим по три месяца один курс, приходим уже второй курс, потому что ребенок очень просится. Хорошие очень специалисты, нравится, занимаются хорошо, есть результаты. В Центре четыре отделения. Есть телефон доверия, есть участковая социальная служба, на учете которой состоит 60 семей, почти 100 детей. Еще 28 малышей посещают отделение «Особый ребенок». Собравшимся рассказывают, как получить услуги Центра. Одно из направлений – это ходатайство органов опеки и попечительства, ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних, но и само заявление родителей, которые видят какую-то проблему, и они нуждаются в помощи специалистов. Мы сегодня прошли, посмотрели экскурсию, столько поделок сделано руками детей. Это, в общем-то, нелегко. Но, наверное, благодаря хорошим специалистам наши дети учатся таким прекрасным вещам, развивают свои творческие способности, и это очень приятно. День открытых дверей проводится регулярно. В этот раз работу Ивантеевского центра оценили более 20 человек.